Друзья, всем привет! Вы на канале Дачный Умелец, с вами Сергей. Сегодня видео коснется вот таких канцелярских зажимов. Я думаю, у многих из нас дома такие завалялись. И сегодня я найду им применение в своей мастерской. Ну а что из этого получится, мы сейчас увидим. Всем приятного просмотра. Поехали! Друзья, ну и первый лайфхак касается паяльника. Когда он горячий, мы не можем его положить на столешницу, потому что боимся и испортим. В этом случае нам поможет вот такой канцелярский зажим. Зажимаем паяльник. И все, теперь не боимся, что паяльник испортит нашу столешницу. Он находится на подставочке. Второй лайфхак касается также пайки. Чтобы спаять два провода, нам иногда требуется третья рука. В этом нам поможет вот такой обычный пинцет. И канцелярский зажим. Зажимаем. Все. И теперь можем спокойно паять. В любой работе бывают перерывы. И хочется посмотреть ролик, но подставки для телефона нет. Как раз в этом случае помогут два канцелярских зажима. Сделаем подставку. Раскладываем первый. Теперь берем второй зажим. И вот таким вот способом зажимаем. Вот как все это выглядит. Теперь раскладываем данный зажим. А вот этот зажим подгибаем. Все. Подставка для телефона готова. Вот так вот она выглядит. Быстро. И удобно. Иногда работая за столом, нужно огромное количество инструмента. Но он мешается под руками. Как раз в этом случае нам и помогут канцелярские зажимы. Зажимаем их сбоку стола. Вот таким вот способом. И все. Теперь мы можем спокойно разместить нужный нам инструмент. Спокойно работать за столом. Понадобилась нам одна отвертка. Мы ее взяли, поработали, убрали. К примеру, взяли щипцы. Опять убрали. Я думаю, у многих из нас дома валяются вот такие старые засохшие кисточки. Обычно мы их выбрасываем. Ну а сегодня мы сделаем из нее самоделочку. У меня кисточка еще не до конца засохла. Но такие кисточки я обычно выбрасываю. Потому что я использую ее под масло. И добавляю колер. И поэтому второй раз я не использую. Боюсь, что кисточка полностью не отмокнет. И цвет уже получится не такой, какой мне нужно. Итак, давайте снимем вот эту железку. С одной и с другой стороны. Теперь зажим нужно просверлить отверстие. Теперь берем нашу ручку и тоже сверлим отверстие. Все, можно приступать к сборке. Берем саморез. И вкручиваем. Все, вот как должно получиться. Теперь берем обычную губку. Я в данном случае взял для мытья посуды, которая. И на ширину можно чуть больше отрежем. Вот что получилось. Теперь ее вдвойне. И зажимаем. Все, получилась вот такая универсальная кисточка. Зажимы можно убрать. И можно красить. После того, как покрасили, можно губочку выкинуть. И использовать снова. Друзья, вот такое коротенькое видео сегодня у нас с вами получилось. Показал несколько лайфхаков. Вот с такими канцелярскими зажимами. Напишите в комментарии, как вам данная идея, как вы используете зажимы. Всегда рад вас выслушать и ответить на ваши комментарии. Ну, а мы на этом будем заканчивать. Кому понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Всем пока. До новых встреч.